Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Живусь мужчина, у него ребенок, мальчик от первого брака, 8 лет. Наш уклад жизни с ребенком, сейчас он приходит только на выходных, раньше в первый год после развода родителей практически жил с нами. При этом он спит с нами в одной комнате рядом с нашей кроватью, примерно как месяц. До этого спал с нами в одной кровати. Просит от вас мне обнимать и руку, потому что без этого не засыпает. Когда он приходит на выходные, мой мужчина уделяет время только ему. Целует, обнимается и ссукается. Меня при этом с пятницы по воскресенье как будто нет. Совсем. Обращается только по делу, даже когда я обращу его обнять или полежать вместе с днем, он все равно сам зовет ребенка к нам, и так лежим втроем. Мотивирует тем, что он скучает, это его сын, и это нормально. Был один день, когда меня неделю не было дома, и вернувшись на выходных, он уделил мне весь день. При этом ребенок просто гулял на улице с друзьями, и уже вечером я услышал о претензии, что из-за меня он не общался с сыном, и что его мучают чувства вины перед ребенком. Удохните, пожалуйста. Такие взаимоотношения, насколько нормально. Я не ревную, но хочу, чтобы им не уделяли внимания. Тем более, когда он практически жил с нами, так было практически каждый день. Ну, мне кажется, что отвечать на ваш вопрос в таком ключе, в каком вы его задаете, нет смысла. Потому что для мужчины это нормально, очевидно, раз он так себя ведет. Для вас это ненормально, раз вы на это реагируете, так как реагируете. Да, вот вы говорите, что не ревнуете, а на самом деле, вот что это за чувства. Погнал. То есть дело здесь не в том, если нормально, что не было. Дело здесь в том, что, во-первых, у вас нет достаточного уровня коммуникации с мужчиной для того, чтобы обсудить этот момент. Обменяться своими переживаниями по этому поводу и, в общем-то, решить, что делать дальше. Это первое. Второе. Вам необходимо самой выработать свое собственное отношение к этой ситуации. То есть не спрашивать кого-то, в данном случае нас, нормально это или нет. Потому что психологи не занимаются тем, чтобы говорить, что нормально, а что нет. Так, мы занимаемся тем, чтобы помочь человеку себе разобраться. И поэтому, если вам нечто мешает как-то вот увидеть свое отношение, к этой ситуации, то необходимо посмотреть, что мешает. И постараться нивелировать эти сдерживающие факторы. Дальше. Вы говорите, хочу, чтобы мне уделяли внимание. Ну, вы как будто бы хотите, чтобы вам уделяли внимание тогда, когда приходит ребенок. как будто бы вам нужно, чтобы мужчина показал вам, что вы важнее ребенка, или что ребенок не важнее вас. На мой взгляд, это не совсем про получение внимания. Кроме того, получать внимание можно и другим способом, из других источников. Вы как будто бы отказываетесь признать, что мужчина достаточно четко видит свою позицию и свою ситуацию. и продвигает ее последовательно. Вы как будто бы все время сделаете, что будет по-другому. То есть, иными словами, вы не принимаете своего мужчину, вы не принимаете его ценностей. Дальше. Чувство вины его перед ребенком, безусловно, не самое хорошее чувство. Но, если мужчина не считает это проблемой, с этим нужно считаться. Работать над тем, чтобы между вами и мужчиной было больше общего. Работать над коммуникацией вашей с ним и над доверием. Которого, на мой взгляд, сейчас нет. Потому что не очень понятно, как вы обращаетесь со своими чувствами в этом смысле. Не очень понятно, как мужчина взаимодействует с вами по этому вопросу. Да. С точки зрения такой, самой очевидной, кажется, будто бы вы не уверены в себе и, как бы, боретесь за внимание мужчины. То есть, это все-таки ревнует. Но, если вы говорите, что вы не ревнуете, это чувство нужно сформулировать. И, поскольку это чувство негативное, так называемое, рэкетное, то его необходимо корректировать, разобраться и решить вашу личностную проблему. Потому что, если вы считаете, что мужчина ведет себя неподобающим образом, то вам нужно решить, можете ли вы это принять на фоне его целиком, или для вас это критично. И, исходя из этого, уже выстраивать свою модель поведения. Как-то так. Как-то так. Вот вы пишете, что когда он приходит, на выходные мой мужчина выделяет на мое время только ему. А как должно быть? Ну, то есть, если вы считаете, что должно быть по-другому, на что вы опираетесь? Понимаете, если опора такая, что я, женщина, я должна получать внимание, это не позиция. Потому что у вашего мужчины другая точка зрения. Внимание вы можете получить в другое время. Я повторюсь, вам как будто бы нужно внимание именно вот в то время, когда ребенок сидит с вами. Что это, как не соперничество? Понимаете? Да, если вам кажется, что нарушением личных границ является факт того, что мальчик спит рядом с вами, то есть, рядом с вашей кроватию, ну, об этом нужно было заявить мужчине. Как нужно было заявить ему и то, что вы не хотите, чтобы ребенок спал с вами в одной кровати. А вот все остальное, что отец делает по отношению к ребенку, это уже вас не касается. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Пере напоминайся. Ее. Продолжение следует...